ну здравствуйте это ужасы нашего городка в общем это будет разговорный видосик здесь я просто расскажу о переходе с анрила 4 на 5 до данном случае вот этого скажем вот этой части да то что автомобили здесь есть так далее все это пришлось перекидывать и первое что сразу попалось это то что при переходе на 5 анрил у нас автомобиль просто не загрузился то есть если давайте зайдем папочку где автомобиль blueprint который создается да здесь он вообще не создан но как бы он создался но он как пустой blueprint был то есть если мы вот сейчас откроем да здесь вот справа сверху есть парень квас это вот как раз таки квас подключения да сейчас визуал студии откроется вариант нажал то есть в четверке он практически схож но здесь хаос 2 движок хаоса идет из-за этого происходит некие косяки данном случае полные косяки пожалуйста закройте и в общем то что у нас перенеслось то что наш был принт автомобили перенесся здесь вот когда мы переключаемся класс settings здесь мы как раз таки этот этот класс выбрать не можем не знаю какие проблемы то есть можно было просто до выбрать класс родителя и все и все практически восстановится но нет нет это одна из самых важных деталей которую вам надо обратить внимание когда вы переносите с автомобилем какие-то проекты во вторых ничего сразу не заработало то есть я даже я создал да то есть создал сам был принт класс автомобиля создал заново анимейшин блог принт то есть вот это все заново пришлось сделать хотят там четверки все одинаково никаких отличий нету но единственно что вот этот там по-другому называется и соответственно родительский класс у него другой соответственно наверное здесь контроллера он называется там он просто не помню хэндлит вроде назывался хил хэндлит если я не ошибаюсь ладно это нюансы такие себе анимационный blueprint создать легко все создал зашел физику да да здесь у нас все было сброшено пришлось заново колеса кстати были шестиугольные пришлось заново их создавать сферу но чтобы они хоть крутились как-то я думал все уже думаю все решится проблема автомобиль поедет но нет кроме этих нюансов в автомобиле в общем изначально не было настроено вообще ничего ну ладно до четверки те же самые колеса да то есть вот то что мы настраиваем класс колеса там это все здесь тоже самое придется настроить естественно без этого никуда но кроме этого у нас вот эти графики торг торг курв далее вот street курв вроде он тоже да да он тоже был нулевой что этот график что этот график все нулевое и в теории короче и на практике даже точнее из-за этого ничего не работало в общем вот сразу когда вы будете в пятом заходить сразу настраивайте вот эти графики и смотрите в колесах тоже очень много нюансов здесь тоже появилась куча переменных так скажем которые у нас четверки не было здесь настройки естественно радиус и так далее это все мы должны просчитать здесь настроек гораздо больше они сложнее даже понимание данной строки допустим можем можем не понять что она все таки дает автомобилю есть нюансы да то есть кстати мы же настраивали анимешный blueprint он как бы нам дает по сути поворот колеса да то есть когда мы вообще поворачиваем колеса налево направо это в четверке в пятерке же надо в самом колесе поставить галочку after by steering то есть четвертом такого не было тоже возьмите на заметочку может быть это видео все-таки будет кому-то полезно я коротко быстро объясняю что обязательно надо вот это заднее колесо так давайте открою переднее вот переднее колесо если галочка не стоит колеса не будет поворачивать хотя угол существует по сути я не сразу заметил это ну и минут пять наверно точно я очень долго соображал почему не работает сама не физика не анимация да то есть кроме этого в пятерке у меня много что вообще немного накаляет здесь куча нюансов таких которые мне не особо нравится даже по сравнению с четверкой вот те же самые да то есть смотрите здесь мы допустим наше топливо вычитаем да то есть какое-то значение чтобы вычесть да у нас там флот минус флот написано да здесь просто сап так и все то есть это и является минус плюс плюс у нас здесь пятерки тоже от все это переначали допустим те же самые line trace да очень часто что мы должны вообще использовать по сути line trace у нас допустим же определяется от какого элемента да мы выбираем get actor так давайте get world location то есть здесь то мы вот начальная . мы высчитываем здесь мы должны прибавлять да то есть чтобы у нас получился какой-то отрезочек здесь мы естественно должны показать куда это у нас идет но когда нам нужно подать длину мы же должны умножить на флот а здесь нету умножить на флот здесь есть мультиплай и как мы на фулу должны умножить естественно пятерки внедрили кучу нюансов которые мы должны конвертировать пин кстати вот смотрите вот даже если да вот так подсоединю сейчас покажу сначала так здесь есть флот сингл пресс-сэшн флоу дабл пресс-сэшн но есть множество нюансов вот допустим сингл пресс-сэшн да там допустим выберем 500 длину 500 данного трейса окей вот мы конвертировали сейчас в флоте смотрите если я то же самое сделаю допустим сразу конвертирую переключу во флот подсоединю и у нас опять вектор становится то есть вот такой вот нюансик который но если мы зададим значение а потом подключим никаких проблем не будет для чего это вообще разработчики конечно возможно не учли этот нюанс небольшой просто небольшой но тоже немного подбешивает такой немножко разнос андреал 5 это ужасные страдания зачем некоторые возможности усложнять если их наоборот надо улучшить создать легче но здесь в пятом то конечно много всяких прикольных нюансов те же самые контрол риги айк риги ретаргеты наши не агары которые намного лучше чем предыдущие да что еще здесь есть наниты которые на высокополигональных моделях очень хорошо работают единственное косяки на них есть это то что они не работают с прозрачностью ими да то есть какими-то и со скелетовыми мышами но я надеюсь это ненадолго также здесь есть прикольные штуки как микс который как-нибудь я все-таки тоже разберу пока не возможности времени не хватает особо так и возможно кстати версии 51 я конечно не уверен там будет какие-то просчеты по 2d я не особо вникал вот эти нюансы обновления так далее да то есть может быть это мне показалось это что скорее всего но возможно внедрят какие-то дополнения может быть вообще его отсюда уберут 2d кто их знает ну и естественно хаос хаос здесь полнейший хаос хаос физика и так далее ладно это видосик такой балабольный на этом наверное все а давайте я еще умную вещь скажу мне кстати спросили на под одним видео да я забыл это кстати показать и даже не то что показать сделать вообще у нас при том как автомобиль работает да то есть бензин допустим вот автомобиль бензина у нас вот сейчас 50 литров до из 78 если поставлю 1 литр то есть мы сейчас запускаем его автомобиль работает звучит я вот сейчас заглушил подождите вы слышите это ой а вы не слышите понятие понятия не имею в общем ладно то есть когда автомобиль работает так ладно это я буду решать вопрос со звуком когда автомобиль работает да у нас бензин заканчивается до нуля и но звук автомобиля также продолжается естественно он не глушится чтобы это исправить мы должны там где вычитаем наше значение да это у нас бензобак наша функция да вот здесь мы бак минус делаем то есть но вычитаем значение топлива отсюда мы должны сделать проверку чтобы у нас при том как бензин закончится во первых перестал вычитаться бензин из нашего значения текущего топлива ну и во вторых заглушить автомобиль что нам необходимо это мы должны проверить включен ли наш автомобиль то есть гоу кар это у нас такая переменная которая означает что автомобиль сейчас заведен то есть то что он работает как будто бы да то есть мы здесь будем проверять если да то он соответственно если автомобиль включен то мы вычитаем бензин из бензобака ну и так далее там передаем значение виджет но и в том когда у нас заканчивается топлива это мы вот здесь вот прописали мы должны сделать нашу переменную гоу кар запишем да выключенной то есть когда у нас топлива равняется нулю мы выключаем автомобиль и после этого звук у нас тоже прекращается потому что когда мы в тике выставляем ну наш звук да то есть он когда автомобиль включенный звук идет работает и так далее когда гоу кар переменная false то у нас звук деактивируется и вот вот такой вот нюансик а кстати я еще забыл вот здесь уточнить да смотрите то что мы вперед назад ездили в четверке пятерке это тоже не работает здесь необходимо наш подавать определять значение больше или равно нуля то есть когда мы двигаемся вперед соответственно это больше или равно нулю ну в данном случае больше если да то мы двигаемся вперед здесь появилась такая нода как set break input set break input это движение назад если мы двигаемся назад да вот на false у нас происходит вот это определение то есть мы должны подать на break минусовое значение то есть не на set throttle input а именно на set break в общем вот такие вот ужасные введения некоторые а все остальное в принципе даже не менялось все все так же осталось как и было ну а теперь на этом точно все до скорой встречи пишите в комментариях что вам интересно было из этого всего или вообще это бессмысленно видео было у